Великого двунадесятого праздника Церкви введение во храм Пресвятой Богородицы. В двадцать шестую неделю по Пятидесятнице во всех храмах Православной Церкви за богослужением читалась краткая, но глубоко содержательная притча о любостяжательном богаче. Святой апостол и евангелист Лука эту притчу передает в следующих словах. Я их сейчас кратко зачитаю. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот это, дорогие братья и сестры, потрясающая притча, которая заставляет еще раз задуматься над приоритетами нашей жизни. Но сразу хочу отметить, что Господь в данной евангельской притче никак не осуждает умение прибыльно зарабатывать и, соответственно, жить в богатстве. Христос целенаправленно осуждает грех любостяжания, то есть чрезмерное приобретение и хранение безнадобности различных земных благ, что, по сути своей, является разновидностью пагубной страсти сребролюбия. Святой апостол Павел в послании к Колоссинам очень прямо говорит, что любостяжание – это есть идолопоклонство, так как человек практически все свое время посвящает этому. А Христос однозначно сказал, что невозможно служить двум господам – Богу и мамоне, то есть богатству. Конечно, кто-то может подумать, что эта притча, может быть, нас буквально и не касается, потому что элементарно у многих нет никакого богатства. Да и вообще мы постоянно в чем-то нуждаемся. Но при всех реалиях жизни важно понимать, что данное евангельское слово Христа Спасителя обращено не только к богатым, оно обращено ко всем людям, живущим на земле, потому что в большей или меньшей степени человечество стремится к этому любостяжанию. И вот в этом контексте актуально напомнить мысль святителя Феофана Затворника, который говорит, что критерием любостяжания является всецелое возложение надежды только на земные богатства, где раскрывается сила, власть и множество различных возможностей. Но вот Господь такого человека, страдающего любостяжанием, в данной притче называет безумным, как бы остро напоминая о самом главном и первичном, напоминая о человеческой душе, которая не связана с земными благами. И когда она пристанет перед Богом, перед Его божественным судом, она уже не сможет оправдаться, потому что любостяжательный человек прожил свою жизнь эгоистично. Вот действительно, как часто бывает, что человек, естественно, переживая о своем будущем, начинает так сильно погружаться во все земное, строя свою карьеру, что у него нет уже времени думать о Боге, о своей душе, у него нет времени думать о своих страждущих ближних, о своей семье. Такой человек сначала очень сильно много работает, а потом обильно отдыхает в свое удовольствие, где много ест, пьет и веселится. И вот Христос неожиданно, но очень строго предупреждает нас, что он в любую минуту может призвать человека в вечность через болезни, или, может быть, через какой-нибудь несчастный случай. И вот тогда все земное остановится, а останется только опустошенная человеческая душа, не имеющая утешения. Таким образом, сегодняшняя евангельская притча осуждает эгоцентризм и призывает нас к христоцентризму, где через добрые дела милосердия ближним мы служим и соприкасаемся с самим Христом Спасителем. Следовательно, нравственный вывод таков, что хорошо зарабатывать с избытком можно и нужно. Но, как говорит учитель церкви, святитель Василий Великий, главное заботиться не только о себе, но и не забывать о своих страждущих ближних. Поэтому будем, дорогие телезрители, помнить, что с точки зрения христианского осмысления Бог дает нам определенные материальные возможности обладать богатством только с одной определенной целью – для того, чтобы мы максимально послужили друг другу. И только тогда мы оправдаем божественное доверие, потому что мы станем соработниками Богу. И, как показывает практика, Господь никогда в долгу не бывает. И Он всегда обильно и щедро благословляет милосердных людей. Но, а те люди, которые по каким-то причинам не желают слышать это божественное предупреждение, которое прозвучало через сегодняшнюю притчу, я хотел бы напомнить о том, что человеческая жизнь, ведь она совершенно непредсказуема. И как часто бывает, что вчерашний богач уже сегодня может стать бедным и несчастным. И от этого, дорогие телезрители, никто не застрахован. Потому что, как говорит апостол Павел, пути Господни неисповедимы. То есть это тайна божественного промышления. Я искренне хочу пожелать, чтобы сегодняшнее евангельское слово Христа Спасителя, обращенное к каждому из нас, побудило всех нас к переосмыслению своих жизненных приоритетов. Для того, чтобы мы достойно, добродетельно и со смыслом прожили свою земную жизнь, а в вечности, когда человеческая душа предстанет перед Богом, чтобы мы от Него получили спасительное вознаграждение. Аминь.